Доброе утро! В студии Гульнара Жендагулова. Новости на телеканале Хабар и о главном к этому часу. Сегодня на правчасе в Сенате депутаты планируют обсудить вопросы реализации указа президента о концепции по переходу Казахстана к зеленой экономике. Энергоемкость ВВП страны должна снизиться не менее чем на 25% к 2020 году, а доля альтернативных источников выработки электроэнергии достичь 50% к 2050 году. Энергосберегающие технологии, кстати, помогают экономить на комуслугах. За счет установки регуляторов тепловой энергии в многоэтажках Уральска удалось сократить расходы жильцов и уменьшить потери тепла. В доме номер 67-1 в 6 микрорайоне Уральска общедомовые счетчики тепла установили три года назад. Тогда мало кто из жильцов верил, что это позволит сократить расходы. Раньше счета за тепло ежегодно повышались, теперь наоборот сокращаются. Платим мало, почти наполовину. Двухкомнатные квартиры раньше платили. Было 6 с чем-то, 5 с чем-то, 6 с чем-то, да, потом 8 с чем-то даже переходил. Вот с прошлым годом мы наполовину 4 с чем-то платим за месяц. А вот в этом месяце, в октябре за пол, это 1800 заплатили. Сократилась не только нагрузка на семейный бюджет жильцов. За счет автоматических регуляторов тепла удается экономить энергию. Они контролируют температуру воздуха в квартирах. Чем ниже столбик термометра за окном, тем выше градус воды и уровень давления в батареях. Если на улице минус 4, значит должна быть на подаче 70 градусов. Такие месяцы, как сейчас октябрь и ноябрь, значит может быть больше экономии. В этом доме 67 дробь 1 около 30 деньги за квадратный метр в октябре будут платить люди. А если по тарифу, то тариф 140 было. Видно же экономия. Одно КСК, допустим, они за 600 тысяч установили на квартирном жилом доме регуляторы системы отопления. И за счет этого они за один отопительный сезон сэкономили около 1 миллиона 800 тысяч тенге. В этом доме экономно расходуют не только тепло, но и электроэнергию. В подъездах старые люминесцентные лампы заменили на светодиоидные. Лампочки в подъезде от счетчика движения. Уже намного экономится электроэнергия. Когда мы заходим, они загораются. Когда человека нет, они не загораются. Камеры поставили. Это тоже хорошо, потому что машин много. Кто машину стукнули, не найдешь. Из 1100 благоустроенных домов в Уральске общедомовые счетчики установлены в 973. Пока только в 30 из них есть автоматические регуляторы тепла. Асель Русалиев, Руслан Газецов, Анат Махмутов, Хабар, Уральск. В единой электронной базе будут хранить более 25 миллионов исторических документов из всех 219 архивов страны. Национальную платформу создадут в следующем году. Также ученые планируют разработать проект о знаковых личностях и тюркской цивилизации. Сегодня надо историю рассматривать не только через официальные источники, но и через призму человеческих судеб. Будут возвращены отдельные документы, которые представляют ценность для раскрытия судьбы каждого человека, который внес свой конкретный вклад в развитие, становление казахской государственности. В Центральном архиве Ауфы и Башкирии были обнаружены метрические книги, датируемые 1860-ми годами, по которым можно проследить родословную уроженцев Западно-Казахстанской области. 10 тысяч страниц метрик удалось перевести в электронный формат и перевести в регион. Уже началась работа по переводу текстов с арабского. Вести документы в научный оборот поможет инициатива президента о создании 7-летней программы «Архив-2025». Дело в том, что подобные исследования ведут наши коллеги во всех областях Казахстана. Зачастую мы работаем в одних и тех же архивах в той же России. Поэтому не исключено, что мы копируем и везем на родину одинаковые материалы. Но у нас нет взаимосвязи, и мы об этом просто не знаем. Если бы все обнаруженные документы систематизировать и собрать в единой базе данных, наша работа была бы эффективнее, и информация стала бы доступна широкому кругу. В Казахстане создадут Национальный банк данных минеральных ресурсов. Систему соберут все геологические данные. Это упростит доступ к ним инвесторов. Сейчас Национальная геолого-разведочная компания завершает крупный проект по оценке перспектив влияния месторождений редкоземельных металлов. Определены 18 основных рудных провинций. На 7 месторождениях в этом году геолого-разведка будет завершена. С начала года на госбаланс поставлены больше трех новых месторождений. Всего же на учете около 7 тысяч месторождений полезных ископаемых. Инвестиции вкладываем в развитие геолого-разведки за счет недропользователей. Если в 2017 году составили порядка 177 миллиардов тенге, то в этом году планируем достигнуть 180 миллиардов. За 10 месяцев в месяц впервые были поставлены на государственный баланс запасы трех месторождений по углеводородному сырью, запасы одного месторождения железных руд, нефридоидов, по одному месторождению угля и метанно-угольных пластов. 23% от общего объема производства сахара планируют выпустить на крупнейшем перерабатывающем заводе в Алматинской области. Предприятие запустили в прошлом году после 10-летнего простоя. Проект реализован в рамках ГЧП. Летом здесь частично обновили оборудование. В следующем году начнется заключительный этап модернизации. Ожидается, что предприятие сможет перерабатывать до 350 тысяч тонн свеклы и производить порядка 40 тысяч тонн сахара. Поэтому на сегодняшний день мощность завода будет составлять 2,8-3 тысячи тонн в сутки переработки. В Петропавловске открыли первое цифровизированное овощехранилище. Климат-контроль, система ионизации и улажнения позволяет дольше сохранять полезные свойства корнеплодов. Склады уже почти заполонили картофелем, капустой и морковью. Вся продукция выращена на местных полях. Часть овощей планируют реализовать через ТАП-фонд по низким ценам. У нас выращивают экологически чистые овощи, но их сохранить никто не может. Хранят только до Нового года. Сейчас мы сможем, потому что вся продукция закуплена на наших полях, у наших фермеров. Финансовые нарушения более чем на 963 миллиона тенге выявил счетный комитет при проведении аудиторской проверки проектов программы развития сферы услуг в Казахстане до 2020 года. Больше 300 миллионов тенге уже возмещены. Кроме того, более 200 миллиардов тенге, по данным счетного комитета, использовались неэффективно. Всего установлено 146 процедурных нарушений и 27 системных недостатков. В качестве системных я могу отметить, что до настоящего времени не решена проблема возврата средств республиканского бюджета, которые были переданы в уставный капитал субъектов квазисектора. Но по тем или иным причинам остались неиспользованными. Мадрид угрожает наложить вето на соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза из-за нерешенного вопроса о принадлежности Гибралтара. По словам испанского премьера Педро Санчеса, Лондон должен обсуждать этот вопрос не с Брюсселем, а с Мадридом. Внеочередной саммит ЕС по Брекзиту назначен на это воскресенье. Жаркая погода в пострадавшей от лесных пожаров Калифорнии сменилась на проливные дожди. Они осложнят поиски. До сих пор пропавшими без вести числятся 870 человек. Люди, оставшиеся без крыши над головой, пока живут в палатках. А спасатели уже предупредили о новой угрозе в сходе по оползней. В Актау прошел международный конкурс фольклорно-инструментальной музыки. 47 участников из Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана в шести номинациях боролись за главный приз. По условиям конкурсанты должны были сыграть произведения композитора Мурата Ускинбаева. Казахские киои, исполненные на узбекском дутаре и кыргызском кумузе, приобрели новое звучание. Наследие, оставленное великими композиторами, сегодня пользуются популярностью среди молодежи. Отрадно. Киои Мурата Ускинбаева знают и исполняют за пределами страны. И к данной минуте это все, что мы успели рассказать. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok